Середина лета становится отправной точкой для большинства родителей в подготовке ребенка к школе или детскому саду. Вот только если школьные атрибуты можно купить на ярмарках в любое свободное время, то посетить поликлинику для получения справки для ребенка куда сложнее. А все потому, что родители пытаются прыгнуть в последний вагон и спешно провести осмотр своего малыша. Однако сейчас куда проще. Пройти нужных специалистов можно в месяц рождения ребенка. Диспансеризация в первую очередь это комплекс мероприятий, нацеленный на сохранение здоровья ребенка, предупреждение заболеваний, снижение частоты хронических заболеваний и в целом улучшение качества жизни ребенка. Простыми словами диспансеризация это просто ежегодный медицинский осмотр. Дети проходят медицинскую диспансеризацию по дате рождения. Это самое главное. И есть схемы прохождения диспансеризации, которые делятся для деток до года, детей от года до 17 лет и детки до года, которые идут по индивидуальной программе, так как у них есть факторы риска развития каких-либо заболеваний. Евгения предпочитает решать вопрос, связанный с прохождением профилактического осмотра перед школой, организованный заранее. Вот и на этот раз на прием к врачу-педиатру мама пришла вместе с сыном. Диму, а именно так зовут маленького сорванца, не всегда легко уговорить сходить к врачу. Однако в любой ситуации мама найдет подход. Первый класс – это большая нагрузка и нервная, психоэмоциональная, поэтому проходим основательно врачей. Вот у меня папочка с анализами, там пять страниц. Все сдавали, все смотрели, контролируем. Потому что, ну и ребенок с заиканием, поэтому надо особенное внимание проявить. Кого-то надо мотивировать, кого-то стимулировать, кого-то поощрить. У нас проблем нет. Я сказала, Дима, идем к врачу. Окей, все. Вопросов не было. Сегодня врачами, чьи осмотр ребенка в школу обязателен, являются невролог, хирург-окулист, гинеколог, стоматолог и логопед. Только после прохождения всех этих специалистов выдается медицинская справка. В ходе спонсоризации обычных детей, как часто они приходят к неврологу. Если это берем детей до года, то сейчас дети до года проходят один раз невролога. Это в возрасте примерно двух-трех месяцев. Следующий раз мы смотрим в 3-4 месяца, в 3-4 года. Это когда детки начинают поступать в детский садик. Потом мы уже смотрим при поступлении в первый класс. Это обычный возраст 6-7 лет. И следующий уже в 14-15 лет. Последний осмотр невролога проводится в 17 лет. Обычно это перед поступлением. В лор-части все очень хорошо. Достаточно мало детей, которые имеют лор-патологии. Если мы не берем аденоиды, но это все-таки возрастной. У каждого ребенка они есть. Вопрос в том, как они проявляются. Если ребенок болеет часто, либо ребенок пришел больной, то это не информативные исследования аденоидов, так как они будут увеличены. Но в целом на жизнедеятельность и способность, небольшое даже увеличение аденоидов сильно не будет влиять. Так что по лор-патологии в данный момент все хорошо. Сегодня родители должны для себя четко уяснить, что пройденный заранее медицинский осмотр, во-первых, позволит опровергнуть или определить то или иное заболевание у детей, которое врачи вовремя смогут заметить и устранить, а во-вторых, сэкономит в разы время нахождения в лечебном учреждении. Продолжение следует...